Сегодня 1 августа, это главное, мы едем на Кинбурн, а я, например, впервые еду на Кинбурн на машине, обычно мы добирались какими-то катерочками. Встретили человека на озере, сейчас покажу вам, если я провалюсь, нормально, если что трос в этом, трос в машине есть. А ключи? О, прикольно, соль. Будем солить. Воняет, но кусочек соли кинбурской. Класс, первый присест наш на Кинбурн, я говорю, первый наш присест. Какой хуяк. Сразу вот эти, которые сзади меня увидели, что мы сели и сразу, вау, пиво едет. А ну смотри, будет идти? Давай! Ну да, она ее... Резкая горька, то есть. Жуки, блядь. Не, вообще, да? Все равно там мы выкопаемся. Выкопаемся в 100%. Мы хотели лес, посмотреть озера, что еще у нас было по плану. Теперь по плану выкопаться. Я знаю, что документы всегда не снимают критически, потому что все, как-то капец. Да, да, думаешь, какую нахуй снимать надо делать? Быстрее. А потом, когда уже все равно откопаешься, ну 100%, ну час мы еще повозимся. Думаешь, блядь, что я не снимал? Все равно откопаемся. Ну как мы зарываемся дальше? Ага, давай. Есть? Да. Вот так. Все. А назад попробуй. Нашелся один добрый человек, решил нам помочь. Приехал вот на своей машине и тоже почти что закопался. У него куча всяких приспособлений. И он уже знает, как выходить из этой ситуации. Кемпинг на нас уже ставки ставят. Говорят, что они в нас не верят, что мы не выйдем. Но мы пытаемся, мы пытаемся выехать сами. В крайнем, в крайнем случае, обратимся к ним. Но очень не хочется, когда уже там люди стоят, угорают, грызут попкорн, пьют соки и смотрят на наше представление. Мы проделали очень такой нелегкий путь. Осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Подожди, надо толкать тебя, наверное, да? Мы победили. Сколько времени примерно? Мне кажется, это три. Два часа, наверное, нет, двенадцать. Это пол первого. Даже без двенадцати. Мы в десять стреляли, да? Три часа. Ну, два с половиной. Три часа. Два с половиной часа мы вылазили из этой ямы. Но вот эти клоуны, которые над нами смеялись, мы не пошли им навстречу. Мы не попросили у них помощи. Они в нас не верили, но нашелся добрый человек. И мы выехали, блядь. В общем, нормально мы расположились. Уже и покупались, и народу почти никого нету. Чаёчек попили. Два чаёчка. Ешен следом мини-хуяшками бодуровскими догнались. Очень хорошо. Вот. Ветерочком обдувает. Всё кайфово. А потом вспомнили, что Андрюха у нас профессионал по бургерам. Сейчас будем делать бургеры или котлеты? Будем жарить котлеты и потом делать бургеры. Громче говори ветер. Да-да. Будем жарить сейчас котлеты. Вот они уже у нас на мангальчике. И будем из них делать бургеры. Вот они наши котлеты. Зачем ты так сделал? А типа, чтобы она быстрее подшкварила, чтобы было удобнее переворачивать. Поменьше котлетки кинем наши булки, чтобы разогревались. Да, кстати, мы сегодня протестировали наши замороженные бургеры. Мы везли 12 часов. 12 часов они у нас без термосумки, замотанные просто в обычную весеннюю курточку. Вот провели нормально, без всяких проблем. Котлета держится круто. Если вы едете, кстати, отдыхать на Кимбурскую косу, допустим. Я вам очень хочется бургеров, но не хотите заморачиваться, пожалуйста, бургер-бокс вам в помощь. Мы поджарились классно булки. Сделали такой бургер, кстати. Взяли соус Хайнс классический. Соус классический Хайнс для бургера. Входят в него уже соленые огурцы, если вы с собой не берете соленые огурцы на отдых. А для любителей, конечно, чего-то экзотичного у нас есть кабачковая икра. И мы все сделаем бургер с кабачковой укрой. Круто и очень вкусно. Приятного аппетита. А, хороший. Хороший сегодня денечек выдался. Я бы сказал даже очень. Конечно, там мы хотели заехать в лес интересный. Поездить по розовым озерам, которых здесь, например, не хватает. Что-то по фотке, что-то поснимать. Но так как с машины получился вот этот вот трабл, нам уже пришлось ехать. Просто искать какое-то место, где мы будем стоять. А, потому что плюс у Андрея что-то еще мост стал шуметь. Вот. Еще неизвестно, как мы завтра будем выбираться. Но пока машина уже едет. Поэтому не стали уже ехать далеко. Мы шли красивое место. Остановились. Вообще вот так вот. Выезжать хотя бы на одни выходные, на одну ночь. Куда-то подальше людей. Это здесь тоже хватает. Но, по крайней мере, вот мы нашли такое место, что ближайшие соседи, ну, 100 метров, 100 плюс. Где-то, может быть, никто нам не мешает. Участок море наш. Очень кайфово. Это вообще, вот поверьте мне, это очень крутой отдых. Ты потом приезжаешь домой. Хочется, конечно, после этого отдыха еще отдохнуть. Но хорошо заряженный на рабочую неделю. Вот. Кайф. Все. Свернули мы свой лагерек. Будем пытаться прорваться в сторону дома. Машина гудит. Что с машиной, Андрей? Хрен его знает. Вскрытие покажет. Вскрытие покажет. Впереди пески. Нелегкая дорога. Нас ждут великие дела. Впереди пески, нелегкая дорога, нас ждут великие дела. Впереди. 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 Они идут, блядь, быстро. А вот сзади кто-то идёт. Нет, это мадам сюда идёт. Моя местная жительница. С собакой. Закрывай окна. Ты хуй их тут знает, что они тут, блядь. Где, блядь, делают? И смотри, эти нападают. Если нападают, надо милого внутрь и... Да, она прям гавкала. Здесь. Это точно ведьма. Спроси у меня, где ты лет. Похоже на ведьмину, смотри. У меня лицо ведьмина. Это ведьмин. Блядь, она сейчас запрыгнет сюда. Не открывай окна. Блядь. Блядь, и коровы идут. И коровы идут. Блядь, и собака бежит. Пиздец, вы чё, блядь. А мы хотели лес посмотреть. Хорошо, мы так вовремя, слушай, свалили они в этот... А прикинь, если бы... А если бы, блядь, у нас не было машины. А вот мы сейчас бежали, блядь. Не, ну хорошо, на второй едем. Всё нормально уже. Если вторая хоть работает... Да, это же хорошо. На второй едем ехать 40-50 км до Николаева. Если смотреть, и будет то же самое, что мы делаем. Не получилось посмотреть дремучие леса. Баба Яга спугнулась своими коровами. Но зато... Зато мы посетили сейчас солевой промысел. Смотрите, какие розовые озера. Где-то бывает соль. И это прикольно. Блин, на это дело надо сверху смотреть. Плохо, что нет квадрокоптера. Так можно было бы классно всё это дело показать. Но когда-нибудь... Когда-нибудь я... Куплю себе квадрокоптер. Приеду сюда и покажу, блядь. Кстати, я сейчас зарегистрировался на одной площадке. Такая же как Patreon. Только... Более доступная. И там всё написано на русском языке. Вот поэтому... Оставлю ссылочку на неё в описании канала. Если захотите поддержать мой канал. Переходите, можете подписываться. Там есть недорогие платные подписки. Для эксклюзивного контента. Также там есть формат подписки. Чтобы получать скидки на всю мою продукцию. Мерч. Плюс попадать в закрытый Telegram-чат со мной. В личное общение со мной. Таким образом я могу в личном общении... Лично каждого из вас инструктировать по плетению с паракорда. Отвечать на все ваши вопросы. Помогать в онлайн-режиме по какой-нибудь видеосвязи. Короче, всё это есть по ссылке. Если интересно... Мне будет очень приятно. Тут всё такое солёное. Даже воздух солёный. Прямо... Так вот ощущаешь. И... Под ногами тоже соль. Прямо идёшь, чувствуется какая... Прямо пятками чувствуешь, насколько оно солёное. Смотрите, какой яркий розовый цвет. Охренеть. А вот, собственно, и сама соль. А вот Таня. Царь солевой горы. Я не знаю, как её срезать. Она очень жесткая. Аккуратно, наверное, как-то. Хо-хо-хо. Очень больно будет. Ну да. Ааааа. Коленки ободрать тут будет тоже... Ого-го как. Бля, ну это прикольно, конечно. Если там ещё просто был солоноватый какой-то воздух, то вот здесь, возле этого самого красивого, самого розового озера, пахнет так, что как будто и писали, и какали, и плохо убирали за собой. Какой ты пиздец. Так, 25 километров такой вот адской дороги. Приехали. 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 Теперь пересаживаемся к своим мужчинам. Едем домой. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всего самого хорошего. До новых встреч. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...